итак ребят всем привет огромное спасибо всем тем кто голосовал за этот видос в инсте кто сейчас не понял о чем я ребят в инсте я устраиваю голосование на тему следующего видоса и соответственно в течение 24 часов вы голосуете какой какая тема набирает больше голосов на такую тему я собственно и снимаю и в этот раз у нас победила тема билет против лет в прошлом нашем видосе лампа f5c вот это вот ребят f5c лампа которая будучи установленная в галогеновую линзу диксел вот эту вот вот эту ребят она показала просто феноменальные результаты потому что мы увидели что даже ксенон он скажем так на фоне нее как-то выглядел мягко говоря слабовато я бы на эту тему хотел еще один видос сделать том плане что возможно все таки хоть сюда в эту линзу есть возможность установить ксеноновую лампу но возможно все таки она не совсем под ксенон и возможно стоит еще один сравнительный тест сделать сюда мы ставим f5c которая стоит у нас уже вот там или ксеноновой лампы мы ребят берем сразу d2s уже линзу ну то есть такую допустим дикселовскую только уже именно специально под ксенон с посадочным местом по d2s вот вот этот видос я в общем то еще хотел бы сделать наверно я вынесу на голосование поэтому если вам эта тема интересна то соответственно переходите в инсту подписывайтесь и голосуйте за тот или иной вариант обзора ну а сегодня мы сравниваем билет и лет и давайте смотреть как мы будем это делать итак вот у нас две линзы первое это вот эта дикселовская линза под h7 а вторая это светодиодный модуль алтеза вот от нее коробка вот так вот она выглядит вот ее шильдик и сегодня мы их и будем сравнивать смотрите ребят я их уже выставил в одну точку в они били максимально в одну точку и чтобы мы соответственно могли сделать более-менее корректные замеры по вылету я постарался тоже максимально сделать похожую скажем так чтобы примерно на одном расстоянии они были и соответственно это даст нам точность вот в получении результатов смотрите сейчас я буду закрывать просто коробкой одну либо вторую линзу и будем смотреть на результат принципе визуально и итак смотрите сейчас у нас закрыта алтеза а сейчас у нас закрыта соответственно f5c сейчас светит ф5c алтеза ф5c алтеза ф5c алтеза ф5c алтеза блин алтеза по моему в центре больше у f5c по краям явно больше чтобы ответить на этот вопрос предметно сейчас возьмем наш старый любимый люксметр и люксметром я соответственно побегаю по по точкам по 11 мы уже выясним где больше там в центре или по краям у кого у кого как собственно и таким образом нас будет более детальной информации если мы чем если мы просто по одной точке делаем замер по поводу нагрева ребят сейчас они меня где-то минут 15 колбасят вот именно таких в открытом так сказать в открытых условиях и я думаю более-менее это можно все-таки считать корректным тестом потому что обе линзы у нас находятся в одинаковых условиях если говорить про потребляемую мощность смотрите две у нас лампа с линзой 6 с копейками ампер если отключить билет то по мощности у нас 381 на 13 2 давайте сразу покажу получаем где-то в холодном состоянии 50 ватт а если мы отключаем ребят f5c вот мы отключили получаем 232 ампера так учаем 30 30 ватт то есть вот эта линза белая доска я на более менее мощная соответственно чем вот эта лампа но я думаю вы уже это поняли и так для еще одного замера отключаем светодиодную линзу берем наш прекрасный люкс метр включаем его идем мерить 165 293 399 420 297 187 283 349 358 333 337 233 теперь ребята обратно я подключаю линзу вот она включилась и отключаю лампу сейчас дадим ну немножко линзе опять же прогреться потому что она сейчас все-таки не работала какое-то время и минуток через пять я уже сделаю замер по вот всем тем точкам и так линза нагрелась опять берем люкс метр и идем мерить семьдесят восемь и две десятых двести восемьдесят четыреста девяносто пятьдесят пятьдесят шесть триста пятьдесят девяносто восемь четыреста пятьдесят пятьдесят пятьсот шестьдесят восемь четыреста пятьдесят девять сто сорок восемь результаты я обработал я честно не ожидал что я думал что до билет безусловно выиграет но я не думаю что отрыв будет вот настолько минимальным потому что если мы берем 3630 люкс суммарно у нас вышло у алтезы то 3319 у f5c я думал то есть отрыв где-то сто девять процентов у билет составил тут то есть девять процентов не сто девять а девять это мало я думал что билет гораздо более будет яркий ярче чем f5c так что результаты конечно вот f5c меня второй раз порадовали да я конечно это идеальные условия для f5c почему потому что линза все-таки она новая вот эта диксел линза она безусловно у меня новая соответственно так где она у меня соответственно конечно мы имеем максимальный результат потому что все отражающее покрытие у данной лам линзы оно естественно новое если вы ставите на свой автомобиль там конечно показатели будут хуже за счет того за счет чего за счет того что отражатель естественно будет не новый но я и хотел вот именно идеальные условия чтобы понять вот в теории все таки возможно ли приблизиться к показателям билэда даже если вы не только ставьте ставите светодиодные лампы но и меняйте линзы и действительно как я вижу да приблизиться к ним принципе уже светодиодные лампы приблизились ценой конечно дикого потребления потому что повторюсь 50 ватт против 30 это достаточно серьезно почти в два раза разница но тем не менее по освещенности у нас получается всего лишь 9 процентов выигрыша в принципе это среднестатистический путь вот который проходит любой от владелец он сначала галогеновыми лампочками пытается обойтись максимально яркими ищет 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 потом понимает что ну все таки еще надо больше потом значит вот мы переходим на f5c на такие лампы ну и собственно для тех кто как бы отделался просто покупкой ламп молодцы не не лезем фару не ее не распаиваем у тех у кого с отражателем все настолько плохо что даже лампа все равно не помогает ну там уже других вариантов нет собственно в этой ситуации мы просто наша это самое мы уже здесь наши полномочия все там только менять линзы и распаивать фары ребят ссылки на лампу на дикселовскую линзу на алтезу хоть ее в наличии на момент съемки видео нету я естественно оставлю в комментариях чтобы там не рыскали пожалуйста можете переходить смотреть вот каждый из вас выбирайте свой вариант напишите вот напишите какой вариант вы предпочете потому что по цене по цене кстати что восемь с половиной комплект светодиодных линз что мы берем допустим установку вот этих f5c ламп плюс комплект линз у дикселов примерно по цене это получается вот то на то поэтому тем более мне интересно с вами пообсуждать в комментариях какой вариант будет непосредственно для вас предпочтительный вот так же ребят переходим в инсту подписываемся потому что там будут голосования по новым видосам и там будет скорее всего розыгрыш розыгрыш у меня есть некоторые подарки для вас соответственно розыгрыш будет в инсте поэтому подписываемся и ждем розыгрыша если была информация полезна ставьте лайк если была бесполезна ничего страшного ставьте дизлайк с вами был как всегда Андрей Финашин и до новых видео то то это и а а а а и и и и